Стратегическое предприятие открыло сегодня двери для молодежи. Студенты Красногорского колледжа – потенциальные сотрудники завода. Те, кто учится на оптиках-электронщиках сегодня, завтра будут делать оптику-электронику на знаменитом на весь мир заводе. О том, что предприятия Подмосковья как сферы занятости ничем не хуже московских, молодежи нужно показывать, говорят организаторы сегодняшнего Молпромтура. Попадут на предприятие, посмотрят. Есть перспектива здесь трудоустройства, получения профессий. Причем профессия очень хорошая. Сейчас это востребованная профессия, высокооплачиваемая. У нас в Красногорске большие традиции, есть семейные династии, которые работали здесь. О династиях заводчан и достижениях конструкторов ребятам рассказали в музее КМЗ. От истоков, как создавались первые фотокамеры «Зенит» по аналогии со знаменитой тогда немецкой «Лейкой». Сегодня Красногорский аппарат и сам бренд. На механическом заводе был создан лунник, который впервые запечатлел обратную сторону Луны. Камера К-3, что летала в космос с Леоновым. Но это лишь одно из четырех направлений, в которых сегодня работает завод. Красногорский завод никогда не разрабатывал оружие, но без прицелов, без системы прицеливания, системы управления огнем ни одно оружие не может быть эффективно. Поэтому, начиная с 30-х годов, завод разрабатывает прицелы. Помимо фототехники прицелов, КМЗ сегодня занимается разработкой и производством научных приборов. Например, делает скоростные камеры для атомной энергетики, которые пишут со скоростью 2,5 миллиона кадров в секунду. Отдельное направление – медицинская техника и аппараты для космического зондирования Земли. В общем, студентам есть из чего выбрать. Скорее всего, да, я, когда закончу обучение, приду работать на этот завод, поскольку я именно выбрал эту специальность после девятого класса. Ну, меня, естественно, привлекает своей необычностью, можно сказать. Ну, более интересная, наверное, космическая техника. Как собирают объективы для фотоаппаратов, показали в 11-м цехе. Сегодня сотрудницы КМЗ делают это вручную. На столах модель исключительно на экспорт. Пицваль – портретник, который заказал иностранный инвестор. Оптическая схема Пицваль – она 19-го века вообще. Но у нас, естественно, доработанная конструкция, улучшенные характеристики, оптические характеристики, качественные изображения, естественно, улучшат. Ну и само собой механизм. Из плюсов – достойное фокусное расстояние, байонеты, кэнон и никон, но вес убойный – почти килограмм. В лучших традициях «Зенита» сделан Пицваль под винтаж. Интересности эта фишка – мол, промтуров. На том же Бронинском ювелирном заводе мы дали возможность подержать килограмм золота в руке. При посещении аэропорта Домодедово мы находились непосредственно на перезалетной полосой за 20 метров, что, в принципе, достаточно редко согласовать кому-либо доступ на такие территории. То есть вся эта вещь, запоминающаяся на всю жизнь. Путешествия молодежи по заводам и другим предприятиям Красногорского района – не последнее. Ожидается, что, посоветовавшись с ребятами, в соцсетях выберут другие интересные для них организации, где пройдет очередной мол-промтур. Анастасия Евставьева, Евгений Волков, Марьяна Быстрова, КРТВ.